Лечение тревоги. Какова должна быть последовательность? Сначала психотерапия, только психотерапия. Психотерапия и антидепрессанты. Психотерапия, антидепрессанты и транквилизаторы. Сначала только транквилизаторы, а потом психотерапия. Сначала антидепрессанты и транквилизаторы, а потом психотерапия. Или как-то еще. На самом деле, варианты могут быть разные. Естественно, надо исходить из того, с какими жалобами, с каким запросом обращается пациент, каково его состояние, каков его диагноз. Но, тем не менее, как показывает практика, скорее всего, все три из перечисленных мной компонентов, да, и антидепрессанты, и противотревожные препараты, и психотерапия будут необходимы. Почему? Почему? Если мы говорим про медикаментозную часть, да, неоднократно я уже упоминал, что, собственно, психотерапия – это замечательный, правильный, это самый физиологичный способ коррекции психоэмоционального состояния. Но психотерапия – это то, что требует от пациента определенных энергозатрат, требует от пациента ресурса, требует от пациента возможности уделять время на работу в психотерапевтическом направлении. Просто прийти, послушать, что говорит психотерапевт, и надеяться, что это тебе поможет, это не пройдет, к сожалению, не пройдет. Поэтому чаще всего первым идет все-таки медикаментозное лечение, а из медикаментозного лечения тревоги на первом месте у нас стоят антидепрессанты в соответствии с клиническими рекомендациями, ну и вообще стандартами европейскими и американскими. Но в то же время, повторюсь, антидепрессанты не купируют тревогу, они стабилизируют, нормализуют работу психики в целом. При этом, если тревога сильно выраженная, если тревожная симптоматика является ведущей, то вполне может случиться такая ситуация, что антидепрессанты в принципе не смогут с ней справиться. Поэтому чаще всего приходится прибегать к комбинации и антидепрессант, и противотревожный препарат. Вот эта комбинация с гораздо большей степенью вероятности позволит и купировать тревогу, и настроить работу психоэмоциональной сферы без повышенного уровня тревожности. И вот на тот момент, когда это уже начинает получаться, то есть чаще всего это второй-третий месяц медикаментозной терапии, наиболее хорошо, как сейчас говорят, заходит психотерапия. Опять же, психотерапия не означает обязательные еженедельные сессии или там какой-то сверхинтенсивный или сверхобъемный вариант работы. Психотерапия может быть разной. Это может быть индивидуальная, очная, либо дистанционная психотерапия. Это может быть групповая психотерапия. Этот вариант есть у нас на сайте mednauka.net. Можете полюбопытствовать. Это, в конце концов, может быть даже самостоятельная психотерапевтическая работа. Опять же, на сайте mednauka.net в разделе курсы есть программа элементарная психотерапия. Но психотерапевтический компонент в обязательном порядке нужен, чтобы человек научился в итоге управляться со своей психикой без лекарств и без дополнительного участия специалистов. При таких раскладах мы вполне можем получить не просто облегчение состояния на период лечения или на период психотерапии, а выход в полноценную ремиссию, либо даже и полное выздоровление. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте mednauka.net и на нашем канале на портале youtube.com Всего вам хорошего. До свидания.